всем привет в общем сегодня нахожусь на рыбалке на озере уже с утра много куда съездил уже вечереет сегодня здесь порыбачил половил форель вообще много куда сегодня заезжал с утра и на одно озеро и на второе пробовал судака ловить где-то не получилось форель половить в итоге приехал сюда и неплохо отловился сейчас вам покажу в общем вот как я говорю уже вечереет собираюсь домой и хочу вам показать что я здесь сегодня наловил пока сам не знаю не считал спиннинг и донки вот такой в общем улов вот такая стандартная форель к такого размера плюс-минус вот поймал сколько 9 штучек так что смотрите думаю будет интересно как я здесь и уловил может быть сейчас еще чего поймаю просто решил пока еще светло видео записать все поехали покажу как я и уловил сейчас покатался уже искал половить форель где мы что-то нифига не нашел вот приехал на судачка попробовать воду здесь добавили он смотрите теперь у меня подсак какой есть четырехметровый посмотрим может быть будет сегодня крупняк клевать сейчас я попробую общем если клёво не будет хотя бы как прошлый раз здесь то я поеду все-таки форель наверно половлю день короткий блин плохо ничего толком не успеваешь туда-сюда покататься хотя бы пару штучек крупных судачков поймать было бы неплохо но я попробую похожу туда по деревья схожу везде покидаю просто прошлый раз вот здесь прям сразу поклевки бах-бах с первых забросов как поперло о есть есть контакт опять для мелочь но что такое где мои крупники о сам свалился хорошо и не пришлось подсак использовать даже ну вот стоит судачок размеры для ног только не впечатляет в общем переехал сейчас вот здесь буду пробовать форель ловить ну и судачка тоже попробую и у здесь на нижнем озере тоже попробую что-нибудь это то озеро где сумика поймал прошлый раз посмотрим я говорю может быть судак весь сейчас вот здесь из-за того что воду добавили поэтому и буду сразу на двух озерах сейчас ловить поставлю здесь донки в общем на этом озере закидушки на форель на пасту а сам буду со спиннингами на форель на судака ходить бродить пробовать посмотрим на форель я особо если честно сильно не рассчитываю потому что ее здесь немного в принципе не должно быть я думаю столько поклевок прям там миллион одна за одной как на том озерце где я ловил в прошлом видео думаю такого клёва конечно не будет но что-то должно быть но вот здесь за ту рыбы полно но тоже клёв сегодня судака не радует сейчас я в общем соберу все что у меня есть снасти все катушки копки есть поставлю все в общем на все будем пробовать ловить говорю был бы день по длиннее можно было бы неплохо порыбачить а так сейчас спешу пока не буду снимать ничего сейчас соберу по-быстрому снасти покажу как собираю снасть спрашивал человек в комментариях я ему блин написал ответ вот такой огромный потом подумал что не к тому видео короче он у меня это спрашивал но нет не про эту снасть взял удалил потом оказывается что про эту не стал в общем опять все это переписывать сейчас покажу что интересовался человек надо ответить в общем показываю снасть на форель как я делаю крючок напрямую к леске прям как она идет ну плетенка крючок напрямую здесь узелок делаю если у вас леска обычная то так делать нельзя у вас здесь порвется скорее всего стопорок ну и какой-нибудь скользящий грузик неважно какой формы он будет видой и так далее все ну и поводок поводок тоже зависит блин иногда клюет на глубине метр иногда блин а то от 1 20 сантиметров не угадаешь там уж сами смотрите какой длины делать поводок ну чем глубже тем глубже но но если ловите прям на милике то разумеется там надо и делать чтобы от 1 сантиметров 30-20 где-то было думаю хватает все сейчас до кончу быстрый пойду поставлю вот здесь вот на берегу их ажи позже не спеши заводи ну давай отцепляй чё чё-нибудь еще поймал вот третье вот такая же мелкая вся на крупняк можно не рассчитывать все в общем собрал я три снасти сейчас буду расставляться так много времени блин на это на все уходит пока все соберешь одну вот сюда ближе к дамбе поставлю ну так в общем здесь вдоль берега посмотрю где будет клевать если чем можно будет переставиться потом в то место где будут поклевки чаще опять таки говорю я особо прям сильно не рассчитываю так на поимку форели фрикцион я думаю можно даже не отпускать что здесь форель не крупная будет это вот одну подальше забросил остальные скорее всего буду прям под берегом ставить потому что рыба обычно под берегом берет чаще всего поближе даже вот так вот думаю нормально будет на всякий случай фрикцион мало ли вдруг здесь что-то водится крупная кто его знает как клюнет клюнет и утащит удочку с собой о парень плещется значит есть она здесь все таки хоть сколько то но имеется ввиду в этом месте все донки эти закидушки поставил три штучки пока спиннет на форель тоже собираю кстати вот то что в прошлом видео я наловил форель я ее закоптил вот в этой коптилке которую мне прислали хобби смог классная штука блин всем советую я и не думал что рыба копченая может быть такого вкуса такая вкусная в общем пару штучек под коптил вот так вот это все было красиво вкуснятина просто нереальная было бы неплохо опять наловить форельки еще подкоптить так что я ссылку оставлю опять под видео на эту коптилку кому интересно посмотрите а так вообще не знаю блин такая портативная вещь просто раз-два щепу засыпал поджог закоптил вообще отлично вкуснятина просто полнейшая блин какой кайф ловить форель а все-таки лишь бы клевала сейчас пойду к дамбе у него там вроде бы неплохо ловится поклевка на закидушку которая стояла прям под берегом на нее и клюнула она сорвалась что ли понять не могу они не должна пары обычно нам пасу когда клюет она не срывается надо затягивать мелочь спиннинг у меня короче это сломанный как-то раз купил когда находился в поиске идеального спиннинга для джига приобрел вот этот спиннинг он звонкий все нормально с этим как бы проблем нет но на первом же зацепе я дернул и короче его сломал сейчас который у меня спиннинг с ним бы такого не случилось это сто процентов так куда я делал теперь все пошла рыбалочка я бы даже может быть такой мелочи отпускал бы но блин после того как она заглатывает крючок уже в этом смысла нет так что будем забирать по ошибке взял этот спиннинг он в чехле лежал я думал что это другой спиннинг из-за этого его взял ничего вытаскивать можно да и ладно хоть руками первый же заброс сделал здесь сразу поклевка свои закидушки бы не собрать здесь как раз мои закидушки болен ухты ё-моё нифига себе я уехал ё-моё вот блин нифига я укатился блин не думал что здесь так скользко ай дурак не чтоб сверху доставать подсак позволяет блин ох нифига она там взлетает ой молодец о это покрупнее чуть-чуть самую малость сломанная удочка надо же именно на нее клюет смотрите блин запарила не дает на плесне крючок накрылся зацепился сейчас там перевязываюсь пока туда-сюда за одну форель поклёвывает как отставать вам на такую снасть сломанную красота блин и другой удочки нет есть одна но там маленькая вообще я взял на всякий случай под эти под воблера ой вот мучение со сломанной удочкой смотрите хорошая же да хорошая и поймалась за губу кстати не заглотила как все до этого такая сойти могла но это вот когда не размокнет еще паста они вот так вот могут попасться за губу но если она уже размокла то не полностью затягивают в себя как назло на самый сломанный спиннинг клюет сейчас может быть сюда переставить их потому что вот здесь вот все поклевки считай вот так прям под берег бросаю и здесь она и берет вот это хоть более-менее такая крупная фу наконец-то все собрал блин крючок поменял на блесенки взял с мелкой сеткой подсачник такой прорезиненный думал за него ничего не будет цепляться хорошо мне кажется крючок еще как за него цепляется и вот из-за этого сейчас я крючок и ушатал свой блин опять на эту закидушку сломанную поклевка да что такое сейчас раз и здесь поклевка такая ладно пойдем вытаскивать подсак пусть здесь лежит он не нужен блин у меня всегда что-то то блин подсак дурацкий то теперь удочка дурацкая стоять блин как бы вот ее интересно если изолентой точно я сейчас изолентой замотаю просто и все никуда она не денется ты сильная какая ничего себе маленькая маленькая ничего себе силачка так ну все хватает блин идем сюда они не маленькая форель то нормальная оказывается не мелкая он какая поэтому так и тянет сильно но вытаскивать из них блин смотрите там внутри уже в желудке хорошо хоть крючки такие купил они блин не разгибаются сколько бы их не выдирал из форели ни один не разогнулся даже капельку надо бы еще такие найти правда я не помню уже как они называются какой фирмы так что пойду изолентой перемотаю сейчас его может получится ремонт спиннинга в полевых условиях лишь бы хотя бы при поклевке не ломался он уже будет хорошо так все вот и спиннинг готовый при помощи изоленты все делается сейчас посмотрим если клюнет как он будет на вываживание себя вести сломается опять нет так Ну что, вот здесь сейчас была поклёвка, она что-то свалила что-ли, подёргала, подёргала, вроде бы. Не сидит, опять на сломанный, вот здесь возьму, не держит изоленту, надо же, опять заглотила, фиг вытащишь, стоять. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Уже походил, побродил. Всё равно полная тишина, сейчас я ещё раз перезаброшу, поближе к берегу прям. Ну и в принципе солнце ещё высоко, даже время не знаю сейчас сколько, не смотрю за этим, не наблюдаю, всё чисто по солнцу. Так, 4 часа, а ещё есть время, ещё 2 часа на рыбалку почти есть, так что думаю ещё что-нибудь поймаем сейчас. Поклёвка, наконец-то дождался столько времени, блин, без поклёвок. Опять на сломанную закидушку, всё как положено, вон она прыгает. Ну-ка посмотрим, сломается, а сейчас нет. Красота, да? Как они скачут. Вся стандартная по размерам. Вот такая вот. Ну в принципе это уже нормальный размер. Не самая прям мелочь. Ну конечно не как на прошлой рыбалке на форель, там они около килограмма. Уже мясо у них такое жирное, красное. Эти наверное будут чуть-чуть попроще, я думаю. Ох, какая сильная рыба. Пошёл за одной закидушкой доставать, там поклёвка случилась. И здесь смотрю тоже бац. Тоже есть поклёвка. Ой, прицел он забыл. Фу, всё-таки дождался я. Начался клёв. Нет-нет, хорошо. Надеюсь на той не сошла форелька. По-моему спрыгнула, да? Вот которую только что поставил. Опять поклёвка. Ох, вы заглатываете. Видимо подошла опять стайка форели. Вот. Потому что сразу на две поклёвка одновременно считай. Интересно, у нас здесь ещё нет. Не, слетела. Ну, даже паста на месте. Но она тоже здесь выпрыгивала, всё как положено, тянула. Ну, ничего. Сейчас опять зарядим. Мне всё-таки интересно, почему на блесну так слабо идёт форель. Понять не могу. Вроде бы и меняю блёсинки. Довольно часто. Одно, второе. Всё пробую. Не хочет. Только вот на пасту. Но, может быть, она не сильно активная. Не знаю. Из-за этого может быть. Сейчас вообще поставил самую яркую блёсинку. трёхцветную. Не знаю. Может быть, на неё клюнет. Наконец-то. На блёсинку взяла. Ну, наконец-то, блин, дождался. На нытьё поймал, короче. Пожаловался, что не клюёт на блесну. Вот тебе, пожалуйста, клюёт. В общем, на закате рыба рот закрыла вообще. Так хоть клевало, нет-нет. Теперь вообще тишина. Самый клёв, в общем, до обеда. А потом так лучше, на удачу. Клюнет-нет. Она плещется вот сейчас где-то вот там, вот там. Видно, он на середине, в общем, ходит. Видимо, отошла от берега, что ли, к вечеру. Понять не могу. Ну, нет-нет, и здесь где-то тоже плёскнется. Ну, похоже, всё. Клёвый конец. Всё, в общем, доехали до места. Ищем клещей. Посмотрите, как ты будешь ловить, а потом я. А, вы думаете, если я поймаю, потом вы начнёте ловить? Блин. Что случилось? Ничего. Ничего? Может, расскажете? Спинник. Взяли какую-то силу. Не знаю, на течение тяжело тянет. Ах.